Встреча с лошадей 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 Играет музыка Лошади, они раньше были в спортшколе Тут у нас ДЮСШ была, детская спортивная школа После 15-го года сгорело Значит, хотели ликвидировать Глава у нас этого не позволила Лошадей спасли, передали в подсобное хозяйство Аграрную технику Сейчас я работаю там Но так как лошади там в основном спортивные еще остались И я, братья, мне помогают, наша семья вообще Ну, общими усилиями мы стараемся это дело восстановить Проблема с зубами Зубами вот моя лошадь, она спортивная Она уже отбегала с нее Сейчас ребят приносит Вот ее вот таким дробленым На какую должность вас позвали сюда работать? Вообще конюх То есть человек, который просто будет ухаживать за этим лошадью Фактически чем вы сейчас занимаетесь? Тренером? Тренер, да И, ну, в основном тренерская работа Ну, как тренер-преподаватель получается Она все время бегала и хорошо бегала Она второе место занимала по республике Тут у нас целая династия Здесь стоит кобылка Она нынче у нас сезон выступала Из четырех стартов три первых места Одно второе Она ее дочь получается Вот, а там уже ее внуки ходят Тут уже династия такая Она хороших ребят приносит Только Почему-то периодически они маленькие Я почти все соревнования Республиканский старый спасающий Сейчас вот организую сам Четыре соревнования в году Еще и республиканские Ну, где-то шесть-семь раз точно учусь Также организую соревнования Конно-спортивные здесь В районе И во втором районе еще в Орджоникиевске То есть, чтобы было где участвовать Этим лошадям Именно для сельских конников Для людей, которые дома занимаются сами Чтобы они приезжали И у них был шанс Как-то выступить на равной С такими же людьми Потому что много людей занимается этим Но им негде Особенно так Показать результат Свою работу Здесь мы их назвали Соревнования сельских конников Ширинского и Орджоникидзевского районов Именно сельских конников Они проходят в моей родной деревне Основные все Значит, это в нашем районе Это Малая Кобежка Где я вырос Где у меня родители живут Мы там организовали ипподром Там уже все более-менее Это культурно Дорожка очень хорошая Ну, это отец в первую очередь Я вырос Я не помню, чтобы я его не видел на лошади Это было с самого начала Я просто его видел на лошади Сам туда пришел Он меня научил Первые скачки я участвовал Мне было, по-моему, 10 лет Ну, и потом каждый год Я ни одного года не пропускал Хоть где-то И отец меня это сильно поддерживал Всегда Если была какая-то возможность Куда-то поехать на соревнования Он обязательно нас возил Он сам участвует в тех соревнованиях До сих пор участвует, да До сих пор И даже выигрывает Готовится он Готовится, да Обязательно Он к этому тоже серьезно относится Ну, всякое может случиться Посмотрел на душе спокойно Все живы, здоровы И там есть такие индивидуны Которые частенько куда-нибудь могут Уже потом их знаешь Уже приезжаешь Ага, нету этой Которая стерва Ну, поехали Да там в основном Старых кобыл Старую кобылу запоминаешь И ее детей Это частное крестьянско-фермерское хозяйство Глава Вот Максим Брат Брат? Да, да И мы все помогаем Все как может Мы как бы тут Семья такая Что мы друг другу Все помогаем Отец там же Ну, все при деле От мала до велика И лошади постоянно находятся На выпусках То есть в полях Потому что это самый Экономически выгодный способ Табунного содержания лошадей Он был Всегда Испокон веков Так содержали лошадей здесь Монголы Тувинцы Хакасы Все вот эти степные Вообще Сейчас, насколько я знаю Вообще никак Спортивные лошади нет Не субсидируются Не знаю Может быть где-то В каких-то регионах есть Но у нас По крайней мере По крайней мере Здесь Мы никакую помощь На них не получаем То есть фактически У вас табун Кормит спортивных лошадей Да, практически так Где-то своя работа Где-то как-то Вот так выкручиваемся Чтобы не бросать К ним заниматься Ну и еще Помогает продажа Тех же спортивных лошадей То есть же ребят Которые Все немножко Хоть немножко Но подороже покупают Я всегда придерживался Такого мнения Что каждая народность Определенным образом Относится к лошади Каждый 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 раз Мы Хакасы Мы Определенным образом Мы Душу именно Пытаемся Разбереть Для нас это Не пустое слово Это как человек Практически Именно душу Саму Я, кстати, в детях Именно вот это Тоже стараюсь воспитывать Особенно маленькие Чтоб они именно в душе Но правильный взгляд Это Помесь французского Рысака С американских Он бегает? Вот он линчи Ему только два года Всполнилось Он вот в этом сезоне Первый Нас побежит Готовится к этому Потихонечку Да, Федя? Как зовут отца Федя? Don't tell me What do Не говори мне Что делать Мать Зовут Фуджи Поэтому нужно было Назвать Чтобы буква Начиналась Буква Ф И была Буква Д Ему назвали Федерико Хотели там Тоже что-то такое Например Фастер Замайдет Назвать хотели Потом Обратились К агенту Паспорта Он говорит Что-то сильно Как-то Зовут Чуть попроще Ну давайте Федерико И стал Федя А у этой У сестры Отец Пепел А мать Худжи Думали Думали Назвали Форт Патьяна Отец Он очень сильно Влюблен И он Очень сильно Поддерживает Это именно Орловскую породу Которую создал У нас граф Орлов Чесминский Это национальное Достояние Я считаю Нам нельзя Про это забывать Вообще никак Потому что Лошадь Реально приспособлена Для наших условий Про нее Говорили И в подводу И подвоеводу Вот так оно и есть Она может себя Прокормить Круглый год Вот так вот Даже зимой При этом Она может И работать Очень хорошо Работать В любую работу Причем И при этом Еще и в соревнованиях Она может себя показать Вот такая вот Лошадь Универсальная Ни одной призовой Я считаю Что нету Такой породы В мире Наверное Какая-то Наверное Душевная тяга Я больше Вот некоторые Здесь даже у нас Они покупают Лошадей Спортивных Ну которые Вот могут Участливаться В роде Но они Ими не занимаются Это для души Вот он Красивый Такой вот Ну и еще Престиж Статус Свою показать Это всегда было И всегда будет А сейчас Я создал Такие условия Что можно Уже Как бы И двинуться Дальше То есть Поучаствовать Свою То есть Еще больше Статус Вот помимо Работы Легкие Резвые Работы А Тротовые Были Такие Спокойные Это Один из Тренировки В литературе Тоже об этом Написано Что Используется Чтобы Немного Успокоить Там Лошадь После Резвого Броскова Лошадь Перевозбуждается Выезжать В Абакан Дорого? Ну да Недешево С лошадьми Да Недешево Но сейчас После вот этого Года Нам условия Лучше Стали создавать Нас обратили Внимание Потихонечку Нам уже Как бы Поехать Благодаря Вот этим Усилиям И аграрного Техника В том числе И администрация Наша Мы на соревнования Вот на эти Везем Восемь лошадей Уже Организации В район Берут на себя Вот эти Затраты Редактор субтитров С кем Вы там Занимаетесь Как у вас И как Проходят Занятия Кто к вам Приходит В основном В основном Это Ученики Или там Даже вот Есть студенты С техникума Которые Тоже этим Как бы Хотели Заниматься И хотят Заниматься И убили На соревнованиях Из ближайших Деревень Вот Два парня Они вообще Сами приезжают Там 6 км Вниз в деревню Либо Каневладельцы У которых Есть лошади И они хотят Сами заниматься Они тоже Могут там Поставить лошадь Приезжать Заниматься Обучаться Чем-то там В основном Ну в основном Дети Ну как дети Вот сегодня Например были Там студенты Саша Студент Еще должны были Быть студенты Ну школьники Просто позавчера Долго шагали Непонятно В каком он состоянии Если бодренько Будет Значит дашь Приезжай Если не бодренько Просто ты Вот там Понял Понял Принял Об работу Учись Чувствовать Коня Саша Он живет В поселке Целинном Здесь Вот от райцентра 9 км А учится В аграрной технике Вот в этой Организации Которая работает Учится На автомеханике Лошадьми Занимался Его отец Он сейчас Свою лошадь Работает Тренирует У меня Консультируется И приезжает Еще и практикуется Вот еще Вот так Сейчас куда Немножко Побаливает Козовчик Он реагирует На мои пальцы Называется Пальпация Вообще Вообще Изначально Была цель Учить Этих Ребят Именно Вот этому Как Как Натренировать Лошадь Как За ней Ухаживать Как Сделать Так Чтобы На соревнования Привезти Готовую В порядке Лошадь Такую Здоровую Привезти К урокам Жизни Скорее Всего Сейчас Потому что Эти ребята Потом Через определенное Время Они начинают Задавать Вопросы Такие На которые Видимо Родители У них Не отвечают Которые Они Сами Не могут Найти Ответ Что Ты хочешь Коня Посмотреть Давай Покажу Это Рыжий Конь Интересно Пойдем Следующего Смотреть Черный Я Мастей Не знаю Поэтому Буду Называть По цветам Интересно У тебя Колбасит От удовольствия Рыжий Не нравится Белый Тебя Конь Еще Никогда Не нюхал Привыкай Будешь здесь жить Привыкай Все Было Интересно Вот Я над этим вопросом Тоже Постоянно Задумывался Может ли Человек Обученный Мной Здесь Допустим Тот же Парень Например Как-то себе Сделать Здесь То есть Если он захочет Остаться По идее Может Просто для этого Нужны определенные Знания И его Желания Например Например Он может Так же Если Сейчас Здесь Спорт Развивается Он Может Брать Лошадей В тренировку Какой-то Хлеб Вот это Оба За За Это Берут Деньги Да Потому Что Это Работа Каждый День С лошадью Ты проводишь За всем Следишь Это На ипподромах Например Тренер Там Отдельно Да Может Быть Ну У нас Правда В России Он Так же Все функции Выполняет А у нас Здесь Вообще Мы Ковали Мы Ветеринары Мы Тренеры Мы Жакей Наездники То есть 4-5 Профессий Условный Хозяин Лошади Вам Платит За Подготовку Этой Лошади К соревнованию У вас Сейчас Есть Такие Конев Сегодня Привезли Две Лошади С Республики Тыва Такие Которые Будем Готовить К соревнованию Ну Как Поняли Работы Непочатый Кай Почему Не Видно Что Витаминов У Что У них А Витаминоз Ну Такой Еще Потерянный Лошади Приехали В таком На троечку Состоянии Конечно Потому Что Там Видно Что У них А Витаминоз Был Но Человек Этого Не Умит Он По Простому Ну Лошади Конечно Беспорядки Не В таком Порядке Как У них Можно Содержать Но Это Все Дело Поправимо Самое Главное Что Они Целые Не Травлированы Ну А Мальчик Он В потерянном Состоянии Он Еще Вообще Не Понимает Как И Что Ему Надо Сейчас Освоиться Семь Нет Кто Это Кто Он По Бороди Это Типа Полубуденовец А Тот Полурысачок Это Года Два Назад Наверное Я Познакомился С одним Коневладельцем Ты Да Он Содержал Начал Только Содержать Спортивных Лошадей И Мы Как То С ним Начали Общаться Он Хотел Научиться Тренировать Он Управил Не Только Лошади Он Еще Отправил Парня Который Должен Будет Потом Еще Где-то Обучаться Там На Югах Или Даже Во Франции Хочет У него Отправить Не знаю Правда Или Правда Но Изначально Чтобы Я Обучил Его Хотя Базу Все Потому Что Тут Как Бо Проще Будет Это Фактически Ваша Работа Он Будет Оплатить Да Это Будет Работа То есть Так Можно Как Нанять Тренера Боксеру Так Ну Потому Что Это Время Это Постоянное Внимание Постоянно Это Это Не должно Быть Бесплатно Я считаю Все равно Свои знания Надо Продавать Что Запирать Он 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 Вообще Растерянный Какой-то Я на него Посмотрел Завтра Значит Этот Человек Пришлет Ему Деньги Мы Поедем Ему Покупать Уже Нужные Все Вещи Он Почему-то Думал Что У нас Тут Тепло Жара Сколько Сегодня Была Температура Утром Днем Здесь Утром 31 А днем Уже Что-то Около 20 Было Вот так У нас Обычно Здесь Пока Но Те Раза Было Утром Допустим 28 А днем До 15 Вот так Вообще Планировали Месяц Полтора Жить Пока Будет Он Там На Конюшне Я буду Его Забирать Себе Чтобы Он Мог Отдохнуть Будет Зависеть От него Насколько Он Может Приспособиться Изначально Я вообще Хотел Его Забрать Себе А потом Подумал Было Время Когда Я Тоже Ночевал На Конюшне И Ничего И Надо К нему Присмотреться Если У него Прям Такая Тяга Ему Будет Пофигу Вот Эти Все Трудности Неудобства Он Будет Прям Заниматься А Если Я Увижу Что У него Нет Он Ему Уже 18 Лет Его Перевоспитывать Уже Наверное Бесполезно Ладно Давай Завтра Отдыхай Печку Топей Тут Тепло Будет Что Жарам Можно Сама Захочешь В Соседней Пакеты На стене Висят Там В пакете На стене В черном Пакете Если Что Звони Сразу Ну Если Что Не Понятно Позвони Объясни Так Надо Попер Вот Молодой Литин Он 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 Погласит Стоит 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 Субтитры создавал DimaTorzok